В Совете Федерации предлагают отменить на время войны систему госзакупок. Для депутатов всех уровней отменена публикация декларации. К чему это приведет? Мы спросим у экономиста Сергея Алексашенко. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Добрый день, Максим. Рад быть у вас в гостях снова. Скажите, вот такая политика затемнения всей отчетности системы. Госзакупки теперь можно проводить без всяких тендеров. Теперь мы не будем видеть декларации депутатов. Как это повлияет на систему? Максим, мне кажется, что речь идет о том, что советское совковое мышление, причем даже не то, что совковое мышление, а совковое мышление чекистов, оно берет верх. Когда самое главное, чтобы никто ничего не знал. Потому что если никто ничего не знает, то никто ни в чем не разберется. Вам кажется, это чекистская история или коррупционная история? Это абсолютно чекистская история. Просто как эта снежная лавина, она уже неуправляемая. Ее кто-то запускает. Ну вот в феврале и марте запустили, что нужно закрыть макроэкономическую статистику. И тут же закрыли статистику по импорту, статистику по валютным резервам, банковскую отчетность. Теперь Эльвира Нойбюли начинает кричать во весь голос представителя Центрального банка. Ну как же так? Да бог с нашей макроэкономической статистикой. Может, как-нибудь потихонечку вам расскажем, что происходит. Но ведь банки же не имеют доступа к информации о своих потенциальных клиентах, потому что клиенты компании не публикуют свою отчетность. А компании не имеют информации о состоянии банков, потому что банкам запрещено публиковать отчетность. Это же не то, что мешает нам прогнозировать. Это мешает экономике работать. Но это глаз выпьющего в пустыне, потому что задача чагистов сделать так, чтобы никто ничего не знал. А вдруг враг узнает такую государственную тайну, что после этого вся экономика рухнет. А под это дело дальше начинаются всякие корыстные интересы. Как сказал один из депутатов, ну мало ли есть читатели, не всем это интересно, какие у меня доходы. Депутат Кошеник вообще сказал, мне лень заполнять. Ну, честно сказал, да, вот мучиться, заполнять, рассказывать, что заработал, что не заработал, нажито не по сильным трудам. Поэтому, конечно, у депутатов есть много интересов с тем, чтобы не публиковать своих доходов. И вот постоянное расследование, говорят о том, что им есть чего скрывать. Поэтому меня это сильно, честно говоря, не удивляет. Ведь опять в Советском же Союзе тоже не знали, да, какие доходы у членов Политбюро, у членов ЦК, то есть так все об этом разговоры шли шпатком, да, но в чем их реальное состояние состояло, никто не знает. Поэтому вот это абсолютно совковая практика, причем именно чекистская. А у членов Политбюро или, может быть, у коммунистов чуть пониже уровнем? При этом бывали какие-то сбережения за границей? Какая-то недвижимость за границей? Какие-то счета в банках, в конце концов? Максим, ну, вы знаете, в Советском Союзе для большинства, скажем так, это было невозможно. Да, потому что это, ну, даже вот просто поменять рубли на доллары, да, нужно было специальное разрешение. Конечно, когда ты ехал в командировку, тебе уже что-то там меняли, типа 30 рублей. Я думаю, что членов Политбюро, возможно, меняли там, там, сопровождающим лицам меняли чуть побольше, но любая попытка советского гражданина зайти в иностранный банк и открыть там банковский счет, она, конечно, упиралась в то, что невозможно. Опять были офшоры, были специальные люди, но вот в такой, как массовое явление, там, вы еще спросите про двойное гражданство, там, про вид на жительство. Да нет, конечно, до такого даже чекисты не опускались. Как тогда уживается в голове этих людей одно с другим? Очень просто. Логика действий властей во всех сферах. Мы великие, а это означает, что мы можем делать все, что угодно, и нам за это ничего не будет. Вот что начинается там, внешняя политика, мы можем воевать с кем хотим, стрелять чем хотим, хотим по городам, хотим по поселкам, хотим по больницам, хотим по роддомам, и вы ничего с нами не сделаете. Хотим, захватим Грузию, хотим, захватим Украину, хотим, присоединим Крым, и ничего вы с нами не сделаете. И то же самое здесь. Мы брали, берем и будем брать взятки, мы будем зарабатывать деньги, мы будем ракетировать, кошмарить бизнес, и вы ничего с нами не сделаете. Вот это признак ощущения величия, что ты великий человек. Ну вот плохая или хорошая система была все эти 30 лет, но тем не менее мы привыкли, что декларации публикуются, что госзакупки позволяют посмотреть, а кто что покупает. Теперь этого не будет или будет сильно меньше. Вот почему люди так легко принимают, что от них скрывают эту информацию, а значит обворовывают? Максим, ну давайте так говорить, что в эти 30 лет их даже, ну все равно надо бить на этапы, да, и вообще говоря, в 90-е годы всего этого не было. Не было ни декларации, не было ни прозрачности госзакупок. Это все результат, скажем так, нулевых и в какой-то степени того самого медведевского наследия, да, вот того самого Медведева, которого мы сейчас, что называется, хорошо видим с другой стороны. Да, такого двуликого януса. Просто, как сказать, российская демократия или демократические принципы, контроль за властью, они же развивались постепенно. Все то, что пришло в нулевые годы, в конце нулевых, в начале десятых годов, это и был такой последовательный процесс. Власть согласилась с тем, что должны быть прозрачные процедуры. Власть согласилась с тем, что коррупция это плохо. Там, помните, была же интересная история, когда Медведев, по-моему, только-только стал президентом, к нему пришел начальник контрольного управления, ныне министра юстиции Чуйченко, и под телевизор сказал Дмитрий Анатольевич, господин президент, ну как же так, в стране разворовывается 20% госзаказов. И все ахнули от этой цифры. Вот как так, да, госзакупки 20% все посчитали в триллионах рублей, и вот здесь страна действительно немножечко офигела. И получилась общественная поддержка, там стали петиции собираться, и вот такой вот процесс пошел, что да, признали эту проблему и начали с ней бороться. Поэтому сказать, что российское население, оно вообще к этой теме, как сказать, не интересуется, безразлично, нет, неправда. Но после этого пришла другая волна, пришла путинская эпоха. И эта тема сначала так плавно перешла, что нечего Навального бороться с коррупцией, мы и сами этим займемся. Да, потом даже стали кого-то сажать, да, и на самом деле, ну нельзя сказать, что вот совсем так ничего не было, да, как чиновников, там, не знаю, силовиков среднего уровня, там, ну, если вы посмотрите подшивки газет, информационные ленты... Ну, то есть много, да, то есть все-таки были процессы, когда вот просто, что называется, там, не было недели, чтобы кого-то за что-то, там, либо за воровство, либо за коррупцию не посадили, да. Вот, а потом стало понятно, что, ну, зачем? Это же, как это, это же наша скамейка запасных. Вот с каждой посадкой скамейка запасных становится все короче, потому что делать, там, ну, грубо говоря, людей нужно назначать на должность, они все приходили с пониманием того, что ты приходишь и можешь брать, да, там, платишь, не знаю, энную сумму, становишься заместителем министра или вице-губернатором, тебе же надо отбить, это же инвестпроект, ты платишь деньги за то, чтобы получить должность, и на этом заработать, и, там, вернуть тем, у кого взял в долг. И когда тебе говорят, что тебя за это еще будут сажать, ну, тут, извините, условия сделки нарушаются. Вот, а, соответственно, российскому населению стали объяснять, что это вообще, говоря, не важно. Объясните, посмотрите, если, там, тема коррупции, тема казнократства, она вообще исчезла. А население очень чутко относится, ну, как сказать, чутко, неправильное, наверное, слово, население очень ведется на те нарративы, которые выдает пропаганда. Если тема коррупции присутствует, то она обсуждается. Тема коррупции отсутствует, и она не обсуждается. Если вы, там, в любом социологическом опросе спросите население, как оно, какие проблемы, там, 90-х годов их волнуют больше всего, там начнется вклады, инфляция, про приватизацию никто не вспомнит. А если вы скажете, как вы относитесь к приватизации, то 30% вам тут же скажут, да мы ее ненавидим, при том, что они там получили квартиру, да. Поэтому, как вот, не буди лихо, пока оно тихо. Вот вы упомянули про Набиулину, которая попросила данные, какие-то хотя бы открыть. А вот если вот так комплексно посмотреть, а для чего сейчас российской экономике эти данные? Почему она без них не может нормально работать? Максим, можно я шаг назад сделаю? У чекистов, у них очень своеобразное отношение к секретности. Они не очень понимают, что секретить, зачем секретить. Самое главное, засекретить. Вот здесь на днях исполняется, там, в исполность 80 лет прорыва ленинградской блокады, и Министерство обороны рассекретило какие-то архивы. Когда вы читаете эти документы, вы понимаете, что там вообще нет ничего секретного. Какие-то приказы еще, декларации. То есть вообще нет ничего, и что там нужно было секретить 80 лет, непонятно. Но лучше засекретить. Оно было засекречено, оно было засекречено кем-то давно. А чтобы рассекретить, вы как чиновник должны принять решение. То есть вы должны на себя взять ответственность. Я считаю, что здесь нет ничего секретного. А вдруг ваш начальник посмотрит на это по-другому? Или следователь из соседнего управления скажет, ты, брат, ошибаешься, ты чего-то недопонимаешь. Я помню в мою бытность в Минфине, когда я занимался в том числе вопросами бюджетного планирования, у меня был на этой теме очень горячий спор с нашими военными, которые говорили, что военный бюджетный секретный. Я говорю, скажите, пожалуйста, вот я понимаю тактико-технические характеристики. Они могут быть секретными. Я понимаю количество в физических штуках. Это может быть секретным. Но почему в денежном выражении это должно быть секретным? Но почему мы не можем написать, что на военно-морской флот тратится столько-то рублей? Мы же не говорим, какие корабли, что там мне не надо. Я не хочу об этом знать. Вы мне скажите, вот разбивку, почему мы не можем... Ты не понимаешь. Ты не понимаешь. Враги догадаются. Вот так же то же самое и здесь. Ведь Набиулина, она действительно стоит в хорошем смысле в этом случае на защите интересов банкового сектора. Банкам, чтобы давать кредит, нужно понимать финансовое состояние клиента. А клиенты предприятия. Но если бы они говорят, а у нас все засекречено. Хочешь, мы позвоним нашему начальнику, ваш начальник позвонит твоему начальнику, и вы выдадите кредит. Набиулина хорошо понимает, что если банк будет выдавать кредит предприятию, про которого он не имеет никакой информации, то, соответственно, банк будет в проблемах, и она будет крайней. И она пытается эту проблему как-то опять бюрократически совершенно решить. Но это не ее компетенция. То есть она может... А с другой стороны, она может взять и сказать банкам, ну а что вы? Раскрывайте информацию, чтобы предприятия знали. Но тут она смотрит. Нет. Ведь если банки расскажут информацию о том, как у них обстоят дела, то вкладчики увидят, испугаются и заберут на все деньги. Значит, я буду отвечать. И вот так получается. Ну вот в прошлом году многие даже, в общем, противники режима отдавали должное Эльвире Набиулиной и ее способностям. Может быть, обсуждали какие-то этические вопросы. Но вот именно про банковскую сферу говорили, что у нее как-то все получилось удержать. Однако, например, Сергей Гуриев говорит, что в том числе в том, как российская экономика прошла этот период, есть заслуга таких выдающихся экономистов-финансистов, как Бастрыкин, Колокольцев, Золотов и так далее. Потому что люди были запуганы, они не могли протестовать против того, что на какое-то время у них что-то замораживалось, пенсионная часть их денег куда-то уходила и так далее. Согласны вы с такой оценкой или нет? Ну, нет. Я, честно говоря, не стал бы отдавать им должное. То есть я считаю, что, ну уж если они вынесли что-то вклад, то точно не в экономику. Потому что, опять же, если мы смотрим статистику Центрального банка, то население примерно, люди, у которых были валютные вклады, примерно треть этой суммы, там 30 миллиардов долларов взяли и перевели за границу. Ну, то есть вот российские банки потеряли то, что называется пассивы, за счет чего они выдают кредиты. 30 миллиардов долларов ушло за границу. Скажите, а куда смотрел Бастрыкин? А куда смотрел Бортников? Ну, Золотов точно там вряд ли с автоматами. Они смотрели туда, чтобы люди не выходили на улицу. А так никто не выходил. Максим, да не было такого. Даже попытки не было. Да и мысли, наверное, в принципе, трудны. Даже если ты не согласен с чем-то там по финансовой политике в стране, ты не выйдешь на улицу, потому что по более серьезным вопросам скручивают только то. Максим, я, честно говоря, даже оглядываясь на события конца 2014 года, это уж казалось, ну, совсем тут, да, там, когда был финансовый кризис в Москве, когда рубль там улетал, там, доллар с евро улетали к 100 рублям, вот, уж как-то никто не выходил на улицу, не было никаких протестов. Да, ну, мне кажется, что нужно хорошо понимать, что российское население, оно не однородное. Это, мы так говорим, население, народ. А ведь есть там две трети людей, российских граждан, у которых вообще нет никаких сбережений. Которые доллара, может, они его видели, но только если у кого-то соседа, у знакомого в руках, он никогда в руках не держали. У них нет сбережений вообще, ни долларов, ни рублевых. Поэтому стоит доллар 60 рублей, или 70 рублей, или 80 рублей, их вообще не волнует. Да какая разница? Можно снять валютный вклад, нельзя снять валютный вклад. В чем проблема-то? У меня его нету. Для меня этой проблемы не существует. И то же самое, на самом деле, мы наблюдали, помните, в 2018 году принятое решение о повышении пенсионного возраста. Ну, вот, казалось бы, вообще всех, что называется, затронуло. Были даже протесты. Были мизерные протесты. А почему мизерные? Потому что непосредственно эта тема касается тех, кому до пенсии осталось 2-3 года. И ты понимаешь, что, а мне теперь еще колбасить. А если тебе 25, если тебе 30, так какая разница, 30 лет до пенсии, 35 лет. Это так много, это вообще меня не касается. А с точки зрения протеста, как раз вот молодая аудитория, она наиболее активная. А им оказалось все равно. То есть, как сказать, молодежь не пошла защищать интересы пожилых. Ну, и все, и нет протестов. А уж, казалось бы, на что взрывоопасная ситуация. Посмотрите, во Франции что творится с пенсионной реформой. Миллион человек выходит на улицу. А почему такая разница? Культура есть. Культура есть. Ну, опять, Максим, вот дальше я вернусь. Вы что, хотите, как во Франции? Да, вы хотите, как в Париже? Да, конечно, хотим. Хотим, Владимир Владимирович, хотим. Я просто возвращаю вам шарик. А тогда же, конечно, возникает тема, что люди запуганы. Да, потому что, ну, уже все хорошо понимают, что митинги не только антивоенные, но и любые митинги в России запрещены. Да, и что там любой одиночный пикет считается уголовным преступлением. И собрать людей даже, вот, ну, я не знаю, там. Вот точно я понимаю, что протест против решения Набиулины о том, что заморозить валютные вклады, ну, вряд ли вызовет большую поддержку у людей, у которых вкладов нет, да, которые этих валютных вкладов, где вообще депозитов не имеют. А люди, у которых они есть, они решают свои проблемы потихоньку. Деньги любят тишину. В рекордный отток капитала, тем не менее, в этом году из России. Понятно, что это не сюрприз, но можно ли оценить? Это много, это мало. Это больше, чем когда-либо, это мы понимаем. Но, смотрите, насколько это критическая вещь. Есть ложь, большая ложь и статистика. А вот отток капитала это категория платежного баланса. И любой бухгалтер вам скажет, что баланс, это когда здесь и здесь, а внизу одинаково, то есть ноль. И Россия, страна, у которой приход валюты, сильно, по текущим операциям, продажи товаров, услуг, сильно превышает расходы. То есть Россия, как страна, экспортирует, остается валюта, остаются деньги в экономике в целом. Вот эти деньги куда-то должны уйти. Вот если их скупает центральный банк, все, или там министерство финансов, то тогда это называется прирост резервных активов. Все остальное называется оттоком капитала. Даже если все деньги достаются населению, население кладет на счета в банках, а банки, или держит у себя под подушкой, а банки размещают на валютных депозитах, это тоже называется отток капитала. Поэтому к этому словосочетанию нужно относиться очень спокойно. То есть это категория платежного баланса. А дальше, если вы смотрите на разбивку, то вы выясняете, что примерно 100 миллиардов долларов российские банки и компании отправили на погашение своих внешних долгов. Это отток капитала. По статистике, да. Но это уменьшило внешний долг экономики. Поэтому сказать, что это плохо, я не могу. 30 миллиардов, как мы выяснили, ушло он просто из... А 30 миллиардов, которые частных депозитов ушло из российских банков в иностранные банки, это вообще нулевая. Потому что они как были валютные депозиты, так и остались валютные депозиты. И в отток капитала не попало. Поэтому я бы сказал так, что не нужно к этой цифре относиться серьезно. То есть основная часть оттока капитала, она прошла по вполне понятным каналам и проблем для экономики не создала. Мы регулярно видим расследование про то, что те или иные люди, связанные с режимом или даже лично с Путиным, как, например, его бывшая жена, владеют недвижимостью в Европейском Союзе часто. У супруги Путина, кажется, в Давосе, прямо чуть ли не на форум, вице из квартиры. Почему так? Ну, потому что квартира, которой владеет Людмила Путина, наверняка раньше принадлежала службе внешней разведки, которая вот там ставила подслушивающие устройства, чтобы слушать, что происходит в кулуарах форума. И когда выяснилось, что там ничего интересного не происходит, нужно было куда-то эту квартиру передать. Ну, передали. Но если серьезно говорить о том, почему во всей этой санкционной большой системе, когда люди, которые никакого отношения даже не имели к этому режиму, так или иначе чувствуют на себя последствия тех или иных решений частных компаний или государств, почему вот в этой, во всей системе люди, которые буквально там часто призывают к войне, остаются собственниками квартир, их родственники свободно ездят и так далее. Просто это выглядит, как упоминавшись в предыдущем разговоре с Сергеем Лукашевским, лицемерие. Да. А вас это что-то удивляет? Вы что, только сейчас это заметили? А предыдущие 25 лет в правлении Владимира Путина вы этого не видели? Да, но лицемерие с другой стороны тоже. Да. Со стороны Европейского Союза. Да, политики люди лицемерные, и политика есть, с одной стороны, искусство возможного, а с другой стороны, вы, как любой человек, не знаю, политик российский, политик европейский, политик американский, у вас есть свои слабости, у вас есть люди, которые могут оказать на вас влияние, люди, которых на вас могут надавить. Да, и в разных ситуациях вы берете, там, вот, можете взять, там, условно, олигарха А, и у него, там, под санкциями все, и он сам, и все его активы, и все его родственники, и дальние родственники, и его менеджеры. А берете олигарха Б, который, там, условно говоря, вообще, что называется, рядом с Путиным не появлялся лет 20. Вот, а и, там, вообще, да, не знаю, он один, а такой же его сосед, напарник, у него опять вся семья. Почему? Ну, так бывает, да, это, можно сказать, что это лицемерие, а можно сказать, что это искусство возможного. Ну, вот, олигарх А, который продал футбольный клуб, и эти деньги ушли теперь в помощь Украине. Как это меняет ситуацию? И является ли этот человек, если его деньги уходят в Украину, человеком, возможным для переговорных позиций и так далее? Максим, олигарх А, которого мы можем сейчас называть Абрамович, потому что именно он продал футбольный клуб, я вообще на эту историю смотрю по-другому. Как? Так, Роман Абрамович устал от футбола, да, и в какой-то момент, если вы помните, еще до начала войны у него были проблемы с возвращением в Великобританию. Ему английское правительство ввело ограничения, и он уже не перестал, он не смог ездить на свой футбол, он задумался о том, чтобы клуб продать. Ну, а уж когда началась война, когда он попал под санкции, стало понятно, что надо продавать, потому что, ну, клуб, вообще-то говоря, футбольный, ему доходов не приносил. Он постоянно требовал финансовой поддержки, он выдал кредитов Челси на миллиард с лишним фунтов, да, и он сказал, хочу продать. И в силу ограничений, которые на него были наложены санкциями, он даже не смог, не мог ему деньги давать, да, чтобы платить зарплату, платить аренду, еще что-то, клуб начал проваливаться. И английское правительство сказало, нет, ну ты же под санкциями, нельзя, нельзя тебе продавать. И тут возмутились болельщики, тут возмутилась федерация футбола английская, говорит, ну как же так, это же один из толпов, это же наше все. Представляете, вот сейчас Челси обанкротится ни с того ни с сего посередине чемпионата премьер-лиги. Надо как-то придумать ситуацию. Ну вот придумали такую конструкцию, с которой согласились все, и федерация футбола, и английское правительство, которое вводило санкции, и Роман Абрамович, и клуб Челси, что Абрамович деньги, клуб продает, из полученных денег гасит, возвращает тот кредит, который он выдал, а остальные деньги уходят, ну сначала речь шла о том, что уходит в английскому правительству, а потом Абрамович, ну он же тоже, в общем, как сказать, не дурак. Он говорит, нет, давайте мы сразу эти деньги отправим на поддержку Украины, и галочку себе в карму поставил. Да, это все было решено полгода назад, больше. То, что мы увидели сейчас, это завершение сделки. Да, то есть завершение вот этого длинного-длинного процесса. Поэтому... Вы знаете, в России грозят уголовные дела тем, кто отправил, я не знаю, 100 рублей в помощь ВСУ. А Абрамович отправил сколько? 20,5 миллиарда. А не он отправил. А не он отправил. Потому что деньги попали на специальный счет, распоряжалось которым английское правительство. Формально поручение на перевод денег отдал какой-то английский чиновник. У него... Он очень умный и хитрый человек. Он не будет подставляться под российское законодательство. Да, по форме правильного, по сути, издевательства. Но если говорить о фигуре Абрамовича, одна из американских газет, кстати говоря, о нем писала недавно. И там он написан как, в общем, такой довольно независимый человек. Как в этой системе могут оставаться такие независимые олигархи? Ну, во-первых, понятие независимое, оно всегда относительное. Человек, который может контактировать и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским. И который может им предлагать какие-то разные способы договориться. Вы знаете, вот я одно время работал в инвестиционном банке, и там есть такая профессия client relationship manager. То есть человек по отношениям с клиентами. Это особое искусство. То есть не всем это дано. У меня это получалось очень плохо. Там были люди, которые умели, там, ты ему говоришь, что надо пойти туда, к этому рассказать это, это, и все. Он приходит и убеждает. А я не могу. Потому что мне этого не дано. Вот Роман Абрамович, у него очень хорошее вот это вот качество. Он действительно вот очень хороший человек, ну, как сказать, ну, человек-талант. Он умеет выстраивать отношения. Да, он умеет, как, помните, Никита Сергеевич говорил, да, там, Микоян, проходить между струйками. Вот Абрамович из этих, поэтому надо относиться к нему спокойно. То, что он является полностью независимым от Путина, это иллюзия. Хотя все его активы в Англии, ну, в общем, все равно он зависим от Путина. Ну, насколько, на ваш взгляд, такие фигуры действительно, я имею в виду, не обязательно Абрамович, да, но люди, которые очень богатые, которые имеют активы, имеют, может быть, интерес какой-то. Насколько они могут быть этими голубыми мира, которые смогут всех уговорить, помириться? Я не думаю, что они могут уговорить всех помириться, потому что у политиков, ну, очень грубо, у Зеленского и у Путина нет пересечения интересов. Да, их интересы, их желания, то есть то, как они видят между собой, каждый для себя видит окончание войны, это то, где нет пересечения с тем, как видит его другой. И поэтому до тех пор, пока вот этот разрыв между позициями сторон остается колоссальным, соответственно, я не вижу, что они могут как-то помочь в этих переговорах. С другой стороны, если предположить, что все, все там, ну, не знаю, 90% российских олигархов, то, что сходит в Форс-100, объединятся, встанут с троем, придут к Путину и скажут, царь-батюшка, делаешь, что хочешь, хочешь казни, хочешь милый, но войну надо заканчивать, потому что нам всем трындец, вот, то я думаю, что это может произвести на Путина впечатление, но именно такая вот массированная акция, да, когда все в один голос заявляют, что войну надо заканчивать, потому что это разрушает экономику. Не потому, что там нужно договориться о мире с Украиной, а потому что то, что мы сейчас делаем, это разрушает экономику, но в этот сценарий я не сильно верю. Давайте поговорим о ценовом потолке, много было шуму в конце прошлого года по этому поводу, а сейчас как будто бы вообще всех все устраивает. Страны, которые вели ценовой потолок, говорят, ну вот видите, выше него не продают, российские предприятия, которые торгуют нефтью, в общем, кажется, тоже довольны ценой, по которой они продают. Формально они его не соблюдают, но фактически цена, за которую они продают, ниже этого потолка. Получается, что просто все договорились? Нет. Нет, у каждого есть свои интересы, свои цели. Россия является крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов на мировой рынок, больше, чем Саудовская Аравия. И без российской нефти мировая экономика жить не может. То есть может, но это означает, что цена на нефть взлетает до каких-то очень высоких уровней, богатые страны смогут покупать нефть, бедные страны нефть покупать не смогут. И там мировая экономика в любом случае попадает в кризис. Соответственно, прагматический интерес стран Запада состоит в следующем. Мы хотим нашими экономическими санкциями ограничить финансовые возможности Путина, путинского режима. Для этого мы не хотим, чтобы Путин продавал меньше нефти в тоннах, но мы хотим, чтобы Путин получал меньше денег в долларах. Мы смотрим, и как только об этом пошел разговор, еще в марте, в апреле, появился дисконт, разница между ценой российской нефти и вот это вот то, что бренд называется европейская котировка. И этот дисконт составлял 25%. В декабре, когда вступил в силу потолок, дисконт вырос до 37%. Вот эти 12%? Да. И это означает, что потолок был 60%, а реальная цена... Ведь мы можем сколько угодно говорить, за сколько продают, куда продают, как обходят, кто там получает откаты, кто получает разницы в цену. Неважно. С точки зрения Запада и с точки зрения российского правительства. Единственное, вот то, что Минфин публикует, вот он там, когда вчера опубликовал, что средняя цена в январе была 49,5 долларов. Вот исходя из этой цены формируются доходы бюджета. Вот моя очень грубая оценка, так вот я прикидывал на пальцах, если цена на нефть сохранится на уровне 50 долларов за баррель для целей налогообложения, если Россия добудет столько же нефти, сколько добыла в прошлом году, и продаст столько же нефти, сколько продала в прошлом году, и курс доллара останется на нынешнем уровне 70 рублей за доллар, то тогда российский бюджет из 9 триллионов запланированных нефтегазовых доходов недополучит 3. Треть, то есть? То есть треть. На самом деле, а теперь скажите, кто добивается своего? С моей точки зрения, Запад. С моей точки зрения, Запад, потому что он обеспечивает поток российской нефти, который приходит в мировую экономику, и он ограничивает доходы российского правительства. Чтобы мы понимали, 3 триллиона рублей – это ровно тот дефицит, который заложен. То есть это удвоение дефицита российского бюджета. 3 триллиона заложено. Если 3 триллиона еще, то выясняется, что к концу года фонды национального благосостояния, то есть вот этой финансовой кубышки Минфина, ее не будет. Последний вопрос не про экономику, а про политику, тем более, что вы уже упоминали про лицемерие политиков. Президент Грузии заявила о том, что она будет… В общем, у нее есть такая идея, чтобы в мирные договоренности между Россией и Украиной был внесен пункт о выводе российских войск из Абхазии и Южной Осетии. Как вам это видится? Ну, я считаю, что это очень талантливый политический ход, когда страна, которая отказывается присоединиться к коалиции, осуждающей Россию, отказывается присоединиться к санкциям против России, но, тем не менее, президент Грузии заявляет, что фактически это единая позиция и грузинской политической элиты, и грузинского народа, что мы не признавали и не признаем результатов российской агрессии 2008 года, и вообще говоря, начиная с 1991 года Абхазию в полном объеме. Вот, политика есть искусство возможного. Сесть на хвоста, знаете, есть такое хорошее выражение, да? То есть президент Грузии, она понимает, что, ну, так или иначе, Россия, Украина, если, когда и если закончат войну, то будет какое-то соглашение, и так или иначе запад, западные страны будут участвовать, не знаю, посредниками, не знаю, за спиной стоять или в соседней комнате, формируя, формулируя условия этого соглашения. И он говорит, а может быть вы и за нас... Вот мы сами, мы как Грузия, мы не хотим портить отношения с Путиным, но, может быть, вы за нас выступите и защитите наши интересы. Искусство возможного. На ваш взгляд, то, что этот же режим держат в тюрьме бывшего президента господина Саакашвили, это вопрос чего? Это вопрос политических отношений с Россией, это вопрос внутренних политических разборок, вопрос закона, в конце концов. Что это? А это наш личный политический интерес, это наше внутреннее дело, и не надо в него вмешиваться. Вот все, что касается результатов российской агрессии, это мировая политика. Здесь нам нужна ваша поддержка. А в наши внутренние разборки вы, пожалуйста, не влезайте. Саакашвили наш политический оппонент, мы его осудили по статьям Уголовного кодекса, и, как говорится в одном фильме, вор должен сидеть в тюрьме, поэтому отойдите, пожалуйста, в сторону, не мешайте. Наш суд самый независимый суд в мире. Лицемерие, Максим. Я опять не хочу сказать, что там российские политики, грузинские политики, они чем-то отличаются от европейских и американских. Может быть, просто примеры лицемерного, лицемерие, они выглядят немножечко по-разному. И для этого же, собственно говоря, вот те границы лицемерия, которые являются допустимыми или недопустимыми, они же, собственно говоря, являются индикатором уровня развития демократии, уровнем развития свободы прессы, уровнем развития политической конкуренции. Ведь если у вас есть политические оппоненты, которые не боятся, в Белиси стояли миллионные демонстрации, требуя свободы Михаила Саакашвили, ну и, по крайней мере, перевод его в адекватное медицинское учреждение под адекватную заботу врачей. Но значит, в Грузии такая же страна, как Россия, где запрещена политическая конкуренция, где запрещены митинги в поддержку политиков. И, возвращаясь, перекидывая мостик, или как, в обратную сторону от предыдущего вашего разговора с Сергеем Лукашевским, Запад же смотрит на это спокойно, мы что-то не слышим заявлений по поводу защиты политзаключенных, прав человека. Вот как-то тема Михаила Саакашвили, она вот под рубрикой «Украинская война», она вообще исчезла, к сожалению. Хотя он гражданин Украины в том числе. Хотя он гражданин Украины в том числе. И Украина сейчас сделала заявление, что требует его освободить. Да, но пока это все не дает результатов, потому что Запад не хочет поддерживать. И дадут вопрос к немецким политикам, к американским политикам. А вы-то чего молчите? Спасибо большое, Сергей, что пришли и ответили на вопросы. Спасибо большое, Максим. До новых встреч. До свидания.